21-я школа одна из немногих, которая оснащена специальным турникетом. Просто так внутрь не попасть. Для этого нам нужна специальная карта или чип. Мы ее подносим и стрелочка загорается и мы можем войти. Всего в 21-й школе два входа и на каждом установлен турникет. Как отмечают сотрудники, они значительно упрощают работу охранников. Никто без специального чипа или карты не пройдет. Только после согласования с руководством. Но меры безопасности турникетами, естественно, не ограничиваются. У нас две тревожных кнопки. Росгвардия и наш охранный сервис. То есть вот две. Если какие-то ситуации у нас получаются, или посторонние на территории подозрительные лица, или в нетрезвом состоянии, ну то есть всякие может быть, мы нажимаем тревожную кнопку. Там уже приезжает группа быстрого реагирования, там они уже сами. В Канске всего в пяти школах установлены системы контроля и управления доступом. И всего в двух они должны быть обязательно, согласно постановлению. Кроме того, у 21-й школы в планах несколько усовершенствовать данную систему. Программное обеспечение, которое позволит видеть, во сколько ребенок пришел в школу, во сколько ушел, так же и работник. То есть возможно даже будет смс-сообщение родителям. То есть это позволит уже родителям знать, дошел ли ребенок до школы, во сколько он вышел, пропускают уроки или нет. В дальнейшем мы планируем вот такую систему поставить. Но естественно турникеты и даже тревожные кнопки – это не спасение. Стоит отметить, что из гимназии в Казани, по официальным данным, сигнал тревоги поступил вовремя. Но и это не позволило обойтись без жертв. Сейчас как педагоги и директора школ, так и сами родители задаются главным вопросом. Что можно сделать, чтобы обезопасить своих детей? Ни одна школа в стране не застрахована от повторения такого сценария. Почему? Потому что ребенок может быть внешне совершенно благополучным. Наша задача, наверное, в этой ситуации, внутри школы что сделать? Четкий заслон по посещению посторонних. У нас и так уже есть и вахта есть, и запись есть, и посторонний человек в школу просто так не зайдет. Родители мы знаем на перечет всех и всех своих учеников. Но это же случилось с кем? Он же бывший выпускник этой гимназии. Он зашел туда спокойно, его знали. А тем более он и не спрашивал, он охранника, по-моему, убил, да и все. С сегодняшнего дня в Канске введена новая мера антитеррористической безопасности в школах. Как нам рассказали в управлении образованием, в каждом учреждении будет присутствовать сотрудник полиции. Сотрудники полиции во всех общеобразовательных организациях находятся вперед функционирования их. То есть, начиная прямо с половины восьмого утра и до окончания учебного дня. Будут находиться они в общеобразовательных организациях до особого распоряжения. То есть, сколько потребуется. Они усиливают работу действующих охранников, которые есть в образовательных организациях, для того, чтобы предотвратить всевозможные чрезвычайные ситуации. Особое внимание безопасности в школах начали уделять несколько лет назад. За это время были установлены тревожные кнопки, закуплены металлодетекторы. В каждой школе на входе сидит охранник. И все это финансируется городским бюджетом. В планах модернизация видеонаблюдения, установка систем оповещения управления эвакуацией. То есть, восстановление, как помните, может быть, были радиоточки в школах. То есть, это модернизированные радиоточки, которые будут сообщать о сигналах, даже которые сигналы гражданской обороны будут проходить по системе городской оповещения. Они будут принимать на себя эти сигналы и также передаваться по громкоговорителям в школах. Кроме того, регулярно в школах проходят антитеррористические учения, инструктажи, а также проверки по организации безопасности. Но стоит отметить, что обращать внимание на детей в первую очередь необходимо их родителям. Ведь довольно часто трагедии происходят из-за того, что остались незамеченными психологические проблемы у ребенка.